Добрый вечер, дорогие зрители и зрители! С вами снова передача «Три минуты на ответ» и я, ее ведущая, Майя Пирогова. У меня сегодня уникальная передача, вот на самом деле уникальная и гость у меня уникальный, удивительный, потрясающий. Леш, я не знаю достаточного количества эпитетов для того, чтобы к твоему имени их представить впереди. У меня сегодня в гостях Алексей Журавко, экс-депутат Верховной Рады Украины двух созывов. Какого я забыла? Пятого и шестого. Пятого и шестого, вот, видишь, извини. Но сказать, что Алексея выдавили, Алексей – житель Херсона, это ничего не сказать. Его преследовало СБУ. И, собственно говоря, вот, как и многие другие россияне, жители Украины, он вынужден был уехать из Украины в Россию. Вот только далеко не все украинцы, уехавшие в Россию, занялись тем, чем занялся Алексей. А он продолжил не просто свою работу. Он продолжил работу за Украину. И, Лёш, вот для меня, например, да, вот, ты не сражаешься за весь русский мир, это само собой. Ты сражаешься за Украину, за Херсон, за Одессу, за Николаев, за Киев и так далее, и так далее. Лёш, а не проще ли было бы? Вот, это первый вопрос. А не проще ли было бы? Уехал, я не знаю, садик, огородик, квартира, бизнес, бла-бла-бла, там, и так далее, и так далее. Ну, правда, ты столько лет отдал этой стране. И она, сказать, что она была неблагодарна, это ничего не сказать. Ну, может быть, с одной стороны, было бы и проще в моём состоянии, в котором я нахожусь, взять и покинуть, купить квартирку, там, огородик и так далее. Ну, а смысл моей этой жизни? У меня пропадает смысл вообще этой жизни. Поэтому в данный момент я свой путь выбрал. Понимаешь, я не разделяю, там, Украина, Россия, Беларусь. Мы единый народ. Вот. До 2014 года Украина, для меня она была. В 2014 году пришли самые отпетые маргиналы. Это Турчинов, Порошенко, Зеленский. Поэтому, если в том формате та Украина была, да, вопросов нет. В этом формате, в страшном, в котором она находится, я Украину как такову не признаю, потому что с 2014 года Украина как такова умерла, как государство. А зашли туда бандиты, маргиналы, мошенники, убийцы, кровавые деспоты, воры и так далее. Поэтому я продолжил свою борьбу. Тут, понимаешь, Майя, независимо от того, что ты инвалид, не инвалид, есть наша история славянского мира, народа-победителя. Как бы мы ни хотели к Украине относиться, но эту Украину построило прошлое время. И исторический факт, он перешел сюда. Развал Советского Союза состоялся. Фактически образовались новые государства. Это Украина, Белоруссия и Россия. Но люди остались те же. Мы единый народ. Его разделили. Поэтому мне все равно, украинец ли, белорус или россиянин. Есть моя четкая позиция. Нет войне. Прекратить убийство собственных граждан. Остановить этот террор, который происходил на Украине все эти 8 лет. Можно сказать, концлагерь. Поэтому в данный момент, я считаю, это не работа. В первую очередь, это мое, наверное, призвание человеческое. И я связываю это с тем, что меня воспитывал Трупинский детский дом. А там были ветераны Великой Отечественной войны. И они мне, считаю, дали нормальное, человеческое, не только лицо, но и дали образование. Дали возможность мне, как я могу жить и выживать в этом обществе. Передвигаться, стирать, кушать, готовить и так далее, и так далее. Они учили меня не быть потребителем, а учили, чтоб я жил и помогал другим. Это, наверное, самое главное на сегодняшний день. Но в нашу страну ворвалось самое страшное. Чуждо нашему народу. Прости, я тебя перебью по поводу прошлого. Я озвучу это. Я не могу не озвучить это. Мне о тебе рассказывали до войны. Рассказывал, я не буду называть фамилию депутата, который мне сказал. Он, я не буду называть там слово употреблять, да, но. Он сказал, это единственный в Верховной Раде депутат, который категорически отказывается от основного занятия, чем мы здесь занимаемся. Он категорически отказывается от зарабатывать деньги. Но, понимаешь, дело в том, что все зависит от совести человека. Если ты свои постулаты жизненные исполняешь и, будем говорить, проносишь их в жизнь для того, чтобы у нас был мир, созидание, общество вырастало нормальное, то, конечно же, я деньги не возьму никогда с бюджета, который основывается на инвалидах, на горе, на социальном обеспечении и так далее, и так далее. Поэтому я всегда разделял. Вот есть бюджет, а вот есть твое личное. Я пользовался тем, что я мог зарабатывать. Как бы трудно мне не было с 2014 года, я потерял все. Я определился. У нас идет беда. Беда. Трагедия общечеловеческая наших народов. Это самое страшное, это война. Я никогда не воспринимаю то, что навязано чужими. Я инородное не люблю. Я ценю ту историю, которая у нас была. У меня есть принципы. Есть сегодня Владимир Ильич Ленин. Какой бы он ни был, мы должны ценить. И памятники должны быть. Есть на сегодняшний день Сталин. Мы должны ценить и уважать. Как бы там ни было. Что он сделал. Будут сегодня памятники других. Это история. Если мы не будем уважать прошлое, не ценить историю, мы как народ потеряем все. И будущее, и сегодняшнее, и завтрашнее наших детей. Только почему никто этого... То есть, почему так много людей этого не поняли? Почему ты это понимаешь? И есть масса других, которые это понимают. Но большинство... Ну, я даже не знаю, как это назвать. Ну, Майя, надо начинать все время из себя. Мы всегда пытаемся кого-то обвинить. То у нас президент виноват, то у нас парламент виноват. То какие-то проблемы, как сегодня говорят, что это Путин во всем виноват. А мы, как люди, что для себя сделали? А мы кого на сегодняшний день вырастили? Это детей имеется в виду. Потребителей. Мы перешли на новый виток войны. Это кибервойна. Это гибридная война. Мы получили планшеты, а забыли элементарно. Для наших детей. Дать Лермонтова, дать Пушкина. Дать книги о Великой Отечественной войне. Дать книги о Петре Великом. Дать о Екатерине. Кто строил наши города. С нашей идентичностью и с нашим прошлым. Мы ведь этого, будем говорить так, просто-напросто вычеркнули это. И дали всякие побрякушки. Нам казалось, как родителям, если я куплю крутую машину, он станет мажором. Это счастье. Нам казалось, если мы уберем понятие, что деньги должны работать на человека, а не наоборот, деньги на человека. Мы просто перепутали понятия. Мы прекратили своим детям рассказывать, что такое совесть, что такое офицерская честь, что такое душа, что такое Бог, что такое церковь. Потому что человек, который воспитывался после развала Советского Союза, прекратил думать и обращать внимание на то, что может произойти. Мы прекратили, как люди, думать, заглядывать назад, извлекать все хорошее, переносить в будущее, а плохое не замечая. Ведь плохое и хорошее идет всегда рядом. И вот как обувь есть, правая и левая, так есть белая и черная полоса. Вот надо всегда анализировать. Вот этот анализатор, назовем так, мы у детей это брали. Плюс самое страшное, это когда люди начали свои голоса просто продавать. Это да. И в своем понятии, а за нас кто-то решит. Но это понятие европейское. Нам понятие, как советскому человеку, как, будем говорить, сегодняшнему человеку, да, для меня понятие, прежде чем что-то сделать, нужно подумать, поработать, а потом пронести человеку общее. И желательно на несколько шагов вперед. Конечно же. Этот фактор отсутствует. В этом на самом деле большая проблематика. Вот нам надо переформатировать это общество. Ну и самое основное, это того, чего не хватало тогда и сейчас. Это непосредственно идеология. Что мы хотим сделать? Что мы хотим изменить для того, чтобы быстрее закончилась эта война? Что мы построим после войны? И куда будет наш путь идти? Только вопрос. Смотри. Я лично, я думаю, что ты тоже со мной, я лично называю войной то, что началось в 2014 году. И то, к чему там та же Украина шла на протяжении предыдущих 23 лет. К сожалению, вот именно из-за того, о чем ты говорил, войну и развязала ее Украина. Пусть там ее объявил Турчинов, Порошенко и так далее, но развязала, по сути, ее Украина. Но! Она ведь не сама ее развязала. Давайте будем говорить так. И правде, и правду самому себе. Великая Отечественная война не закончилась. Великая Отечественная война продолжается только в формате 21 века. И она связана с тем, что мы вот это отребие фашистское до конца не додавили. Ядро зла и преступников военных – это англосаксоны. Европа, Америка. Ну, собственно, те же, кто сделал Гитлера. Да, Англия. Те, кто организовал Гитлера. Это факт. Сегодня это продолжение. Просто вот эти недобитки, они сохранились благодаря Хрущеву. Если взять на сегодняшний день, просмотреть ту тенденцию, как, с какой скоростью они их растили, а это с 90-х годов, разрухи, можно сказать, разделение стран, они воспользовались этим моментом. И факт, и основание вошло в то, что это надо им финансировать. Кто за этим стоит? Европа, Англия, Америка. И мы получаем сегодняшние плоды. Как правило, эти, будем говорить, евроинтеграторы, в кавычках, и демократы, они воспользовались продажностью руководителей, продажностью народных депутатов Украины. И они понимали, что они хотят. Их не интересует Украина. Это пушечное мясо, которое можно даже с историей вычеркнуть. И можно на сегодняшний момент исполнить такое понятие, как прекращение существования Украины. Ради достижения одной цели. Это разрушить Россию. Как с внешнего фактора, так и с внутреннего фактора. Так как в России есть свои коллаборанты, свои предатели, власовцы. Все, что-то повторяется с Великой Отечественной войны. Мы получаем то, чего они хотят. Ведь Америка – это саранча. Они разрушают все, поедают народы, уничтожают. Они страны уничтожают и так далее. Но Россия, она богата ресурсами. Она не только богата ресурсами. Она богата, как и Украина, рабами. Как это сегодня происходит? Это они не так видят. Это они не так видят. Это проект, план. Поэтому в данный момент, как видят, это можно переждать, просмотреть и продолжить дальше. А здесь на нас, на контуре идет полное наступление. Со всех фронтов. Поэтому в данный момент стоит задача освоить ресурсы. Приведем пример. Украина. Сколько с Украины выехало молодых людей, среднего возраста, даже старшего возраста, за копейки обрабатывать клубнику, мыть попки, мыть унитазы, домохозяйками быть и так далее, и так далее. Ведь человеческий труд там не оценивается по той стоимости труда, который должен быть по европейским ценностям, как я говорю. Дешевая рабсила. Дешевая рабсила. Они воспользовались этим моментом. Поэтому Украина используется, первое, в военном плане, как пучное мясо. В политическом событии, как фронт, который дестабилизирует ситуацию на Украине, так как на России есть, в России сегодня есть родственники. Потом раздор между семейные, то есть человеческие УЗы, семейные УЗы и так далее. Там много категорий, которые позволяют, даже не категории, пунктово назовем так, позволяют дестабилизировать ситуацию в России. Плюс к этому добавляется фактор терроризм, самый настоящий. Уже на Украине там признались, потому что они совершают терроризм. То, что они признают, признаются это до фени боты, я называю так. Факт происходит. Они терроризируют общество как украинское, так и российское. И сегодня Донбасс, да? Признанные республики Российской Федерации. Не только. Да. Потом будем говорить так. На внешнем контуре дестабилизация идет полностью. Посмотрите, что в Польше делается. Посмотрите, что в Германии делается, во Франции. Вырастает ненависть к всему русскому и русскому человеку. Переходит на личностный конфликт. За этим стоят только англосаксоны. Но это их принципы, их методики. Нет. Это методика методикой, а то, что ставит план разрушения Европы. Но выкачивание средств непосредственно с Европы. И рождая именно того Гитлера, который пойдет войной на Россию. Только что, подожди, только что, дорогие телезрители, перед передачей у меня был с Алексеем разговор, который я записала на камеру. И я обязательно его выдам у себя. И я надеюсь, и он у Алексея появится. Кстати, у Алексея есть свой телеграм-канал, соцсети и так далее. Телеграм-канал с многими десятками тысяч подписчиков. И я советую подписаться, так он и называется, Алексей Журавка. Так вот, только что в разговоре ты мне сказал, когда я тебе сказала, ну, новый Гитлер, это же Зеленский. Ты мне сказал, нет. Нет. Я объясню, почему нет. Зеленский, во-первых, не мудрый человек. Он ведомый, его ведут. Во-вторых, он амбициозный, как карлик и страшное что-то подобное на вот этого вот Наполеончика. Вот что-то такое подобное. Ну и Наполеон и Гитлер, извини, были самостоятельными. Ну, дело в том, что давайте будем говорить, смотря в чем. Да, верно. Смотря в чем. Плюс, никому не секрет, что Зеленский наркоман. Да. Плюс, он не смог собрать ту команду, которая будет выполнять все функционалы, как это делалось у Гитлера. Нет у него таких людей. Гитлер, он сам по себе был одиозной фигурой. Как бы мы этого не хотели. Харизматичный, яркий выступление. А это чмо болотное. Вот и все, как называется. Подожди, секунду. Я не задала там, подожди. Так я договорю. Так вот, Европа, которая формировала наступление на Россию, на Донбасс и на Крым, она не смогла того получить Гитлера, который бы смог бы полностью построить вертикаль власти так, чтобы не было нигде сбоев. В этом-то по большому счету ошибка. А если бы они нашли такого человека, поверьте мне, в первые же дни Украина бы закрылась. В первые же дни ни одного россиянина не пускали. В первые же дни трафики бы все закрылись. Все. И было бы с точности все наоборот. Но было бы жестко, четко и так далее. Я не исключаю, были бы и концлагеря. Я боюсь задать этот вопрос, но я таки его задам. Вот смотри, я называю, правда, я называю Зеленского последователем Гитлера и так далее. Гитлера его очень... Ну, в общем... Фашистикам. Фашистикам, да. Да, отлично. Фашистикам. Ты читаешь иногда, ты видишь, да? Но это получается, что Европа, которая собиралась создать из Зеленского Гитлера, или там, и вообще Гитлера на Украине, Гитлера-2, она не создала его. Это значит... Она его просто не доделала. Не доделала. Это выкидыш. Выкидыш. Отлично. Выкидыш. Хорошее слово. Но теперь вопрос. А если она не доделала, то она захочет это доделать? То есть ты хочешь сказать, что новый Гитлер еще впереди? Леша, это страшный вопрос. Нет, дело в том, что это естественно. Если мы на сегодняшний день не доведем спецоперацию до конца, спецоперацию, так. Которая сегодня есть освободительная и которая завершает войну, правильно понимать, которая создана внешним фактором, вернемся Европой и все остальное, и остановимся даже на полпути, мы должны понимать, что агрессия уже произведена, народ дестабилизирован, психологически настроен против России, Донбасса, Крыма и так далее. На нем легче всего формировать как пластилин, вот то воинственное чудо, смесь буддога-носорога, который они в принципе возрождают, его накачивать и финансировать. Да, не напрасно на сегодняшний день Америка дала лингвиз. Лингвиз, да. Да, лингвиз. Не напрасно. Это не просто так. Это, извини-ка, было на много-много лет. Какая разница? Но это не напрасно было сделано. Все действия Америки, Англии и Европы в большей части, они четко просматриваются по вертикали, что это надолго. Может только это все остановить. Единый большой народ. Народ победителя. И у нас появляется окно возможности. Мы должны его использовать как Великое Отечество войны. Первое. Либо мы доходим до польских границ, европейских, и там ставим точку. А если они не понимают, мы должны понимать, что мы должны вооружить флаг 45-го года. Именно на 300 ГОМ. Повторить. И забрать те территории, которые были при Советском Союзе. Тогда они лет на 100 остановятся. Но если мы этого не хотим, мы должны понимать со своим поколением новым, которое будет, что мы должны делать, как должны делать. И прописано на лет 200 вперед. Как и у них. 45-й год закончился. Великая Отечественная война закончилась. Они прописали все. Они не смогли Сталина сломать. Они систему не смогли сломать. И они дождались, когда они это все сделают. Как червячками это яблочко начали прогрызать. А мы, как люди, забыли о своем прошлом. И думаем, ох, как сладко в Европе. Ты знаешь, когда мы забыли? Ты извини. Я хотела... Вот сейчас скажу гадость. Леш, ты извини меня. И пусть меня извинят все, кто против. Но было сделано одно большое преступление. В 93-м году. Когда Ельцин придумал... Вернее, это не он придумал. Это придумал или в Америке. А он протолкнул, расстреляв Белый дом. Новую конституцию, в которой не было идеологии Леша. Леш, нет, без идеологии мы не достигнем ничего. Вот из того, что ты говоришь. Маечка, если ты вернулся к этому вопросу, я рассуждаю намного проще, чем вы и другие. Если мы не смогли в то время осудить предателей, лучше оставьте в истории, возьмите все самое хорошее, перенесите новое и создайте новое. Но ни в коем случае не возвращайтесь. Ни в коем случае нельзя топтаться на мертвом человеке. Украина уже топталась и позвала к себе войну. Ни в коем случае нельзя осуждать престарелых людей. Нужно осудить законодательным органам. Но это не обозначает, что посудить. Осудить и дать утверждение, что произошло, какая ошибка. И чтоб этой ошибки больше не повторялось. Но ты же сейчас говоришь по сути об идеологии. Но идеология формируется непосредственно с тех частей, на которых мы жизнимся. На которых жизнь идет наша. Твоя, моя, другого человека или другой страны, но нашего союзника. Вот когда это появится, мы должны понимать, что мы создаем новый, допустим, Советский Союз. Но в формате республик, федеративных там или еще чего-то. Либо, допустим, принимаем решение, что полностью Советский Союз создаем. И идем именно в этом формате. Но уже сегодня сформировались страны. Если, допустим, Украина развалится, или как они оттрубнули Крым, он прошел в состав России. Или, допустим, Донбасс, стали отдельным государством. Мы тоже хотим в Россию. Скажи мне, пожалуйста. Хотеть не вредно. Но надо пройти определенный процесс, который даст возможность по всем позициям легализации всех фундаментных государственных блоков и твоей вертикали. Вот это будет правильно. Но когда мы хотим, а у нас есть проблема, а мы ее не решили, это значит, мы порождаем новую проблему. И притом с большим риском, в первую очередь, к самому себе и к тому, что мы новое создали. Вот должно быть понимание, что мы хотим сделать с Украиной. Будет она в новом формате, но она будет новая. Без фашизма, без оружия и все остальное. Но мы должны понимать, что, приходя на эти территории, у нас откроется второй фронт политический, образовательный. Во всех отношениях этого смысла. Мы должны понимать, что у нас завтра есть проблема после этих националистов. Как отстраивать города? Что нам формировать и какую повестку для развития этих городов? Как учить детей? И как учить детей, наше будущее. Поэтому мы, когда говорим о идеологии, мы должны понимать, что впереди идеология, а за идеологией развития. За развитием учеба. За учебой это наше будущее поколение. Вот это должно быть в первую очередь и основанием для нашего развития, как народа-победителя, но в новом формате. Ведь как я расцениваю ситуацию по спецоперации? По-разному там разные рассказывают. Ну все, там прокезали, как говорится, там по это. Нет, спецоперация идет нормально. Есть проблемы. Но в любой войне и спецоперации есть свои недостатки. Этим занимается, допустим, штаб военный. Тем занимаются политики. Не спешите. Идет все нормально. Вопрос самый главный в победе. Вот мы все освобожденные территории должны объединиться в первую очередь, прекратить распи, выяснение отношений, проявлять жлобство, проявлять ревность и на войне зарабатывать деньги. Прекратить. Вот мы должны прекратить. Мы должны победить, войти в Киев и даже на польские границы, на европейские границы. Потом будем разбираться. На это есть спецслужбы, которые будут новые созданы. Кто плохо работал, кто ревностно относился, кто кого зажимал, кто у кого бизнес отбирал, кто у кого какие машины отбирал, кто у кого в подвал садить. Это надо все забыть. Не победил бы в Советский Союз в Великой Отечественной войне, если бы грызлись как кот и собака. Вот мне часто пишут в соцсети, в личку пишут, Алексей Валерьевич, мы думали, что ты придешь в Херсон. Я говорю, нет. Ребята, победителей не судят. Значит, так надо. Подожди, ну ты же был в Херсон. Я был, я в том плане на какое-то руководство. Ага, я понимаю. И поверьте мне, я никого не просил. И не буду просить. Знаю тебя, я не нужно. Пусть на своем месте. Меня никто не обижает. Ко мне прислушаются. Я советую. Я что-то делаю. Приношу какую-то пользу. Каждый должен находиться на своем месте. Забыть надо об этих розпреях. И я четко сказал, победителей не судят. Я свое место не обсуждаю ни с кем. Ни в соцсетях, ни в личностях. Я никогда не обсуждаю руководителей, которых назначили. Кто там его назначил, меня это не волнует. Есть задача номер один. Победить. Наладить в Херсонской области жизнь. Привести все исполнительные власти к рабочему состоянию. Запустить судебную систему, запустить экономическую систему, образовательную систему, производственную систему и село. Назовем так. Все. Вот это будет являться победой. Дальше. В тылу помогать непосредственно воинам-освободителям, которые занимаются деноцификацией и деразуржением. Вот им нужна сегодня моральная поддержка. Дух патриотизм людей. Сказанное каждое доброе слово матерью, отцом и даже мое слово. Вот сегодня это им необходимо. Они отдают жизнь. Они отдают жизнь и борются с той навалой коричневой, которая 8 лет уничтожала Донбасс. Который на сегодняшний день загнали до такого состояния людей, что они боятся даже маме родной там на Украине. Сказать справедливое, честное слово. А мы идем возлагать цветы 9 мая. А мы придем к своим дедам, прадедам возложить цветы. Кто бы нам ничего не говорил. Мы придем. Они этого даже не смогли. У Донбасса это не смогли отобрать. Ты поэтому приехал в Горловку? Да. У меня мало времени, поэтому давай. Ты приехал в Горловку. Ты приехал не куда-нибудь. Ты в Донецке проездом. Я это для телезрителей говорю. Нет, я не проездом. Ну нет, понятно, что у тебя здесь тоже нашлось целая куча заданий. Не задания. Я сам себе их поставил. Сам себе их поставил. Понятно. Давайте так. Алексей сам решает, куда ехать. А давай-ка пройдемся. Где ты был в Горловке? Где ты, так сказать, у тебя сегодня день в Донецке? Где ты, куда ты собираешься в Донецке? Где ты был в Горловке? Ну, я расскажу. Леш, я объясню, почему. Потому что... Так, ладно, нет. Давай, отвечай на вопрос. Вот я отвечаю. Да. Ну, первое. Я в Горловку заехал к своему уважаемому другу Иван Приходько. Иван Сергеевич, да. Да. Иван Сергеевич, вам большой привет. Это мой друг, я его уважаю. Это героический человек. Потом я заехал, возложил цветы. Это Мадонна. Горловская Мадонна. Побывал на том месте, где украфашисты просто расстреляли. Мать и ребеночка. Потом поехал к ребятам, героям Донбасса, которые остались без ног, без рук. В госпиталю. Так. Да. Приехал, что мог, подарочки привез, пожал руку и сказал такие слова. Ребят, жизнь продолжается. Даже если вы без ног, без рук, у вас будет семья, дети, будущее. Но все в ваших руках. Я без ног, без рук. Родился таким. Иду вперед. Добрые человеческие пожелания. Ну и спасибо, сказал ребятам. Они герои. Потом поехал, посмотрел, в каком состоянии памятник Шевченко. Показал. Вот выложу видео. Что здесь не разрушает украинский язык. Не глумятся над историей. Не уничтожает память. Потом проехался по украинскому флагу на своей коляске. В Великую Отечественную войну на флаге, который вооружили над Рейстагом, были написаны, допустим, грузин, фамилия, дата и подпись. Украинец. Фамилия, дата и подпись. Не было на флагах написано, как это на украинском. Слава Украине, героям слава. Да вы москаля. Это для меня уже не флаг. Для меня флаг вот тот, в котором запечатлились фамилии героев, принесшие победу. Вот это флаг с фамилиями. А флаг, над которым просто-напросто издеваются, как мародеры, и глумятся над нашими народами, это для меня не флаг. Поэтому два разных флага. Я себе позволил волю проехать, как они называются, по государственному флагу, там, где написано «убывай москаля». Это не флаг для меня. Потом я поехал в школу, в 50-ю. Там, где погибло две учительницы. Вот все раздирал. Потом... Я знаю, это был в Зайцево. Да. Потом я поехал в Зайцево. Побывали немного под обстрелами, пусть они пролетали. Но все равно это героические люди, и горловчане, и все коммунальщики. Ну, отдать должное надо. Город чистый. Да, ямы есть, да, обстрелы, да, и так далее. Ну, война есть война. Но убирают. Потом повстречался с медиками. Ну, Украина же рассказывает, что ни в Горловке, ни в Донецке нету ни медикаментов, ничего. Ну, слушайте, все есть. Россия еще раз подтвердила, что она своих не бросает. Россиянам простым огромное спасибо, низкий поклон. Помощь идет. Это видно. Может, не везде где-то достает, как и в Херсоне. Но есть человеческий фактор. И к этому надо относиться очень с уважением, с терпением и с трепетом. Все оно дойдет. Ну, вот такая ситуация произошла. Потом я поехал в Горловский музей. Там прекрасно мне рассказали, что, где, как, как война начиналась. Там есть такой уголок 21 века. Вот именно два парня погибли. Тяжелый угол. Тяжелый. Два парня погибло. Их не стало. Но медали, которые не получили от Захарченко, они стали героями, символы Горловки. Это очень было приятно видеть. Понимаете, в гражданской войне победителей не бывает. Но есть одно исключение. Вот Донецк не пришел на Львов, на Херсон, еще куда-то. Они отстаивали свою землю, своих матерей, близких, землю, свои дома. Вот тут они герой. Поэтому у них есть и ордена, и память о них. И это главное. Конечно. Поэтому как бы есть. Вот с чем я приехал. Сегодня, я надеюсь, приеду еще к двум парням, которые остались без ног. И там еще один парень, который пострадал от бомбы, но он мирный житель, остался без ноги. Хочу побеседовать. Чем смогу помог? Тогда вопрос. Это ведь на самом деле очень серьезная проблема. Ну, проблема или вопрос, как хочешь, расценивай или там услышь. После победы мы столкнемся с тем, как дать работу, социализировать, как сделать, как, неважно, все что угодно, как сделать так, чтобы наши ребята, которые защищая родину, остались инвалидами. Инвалидами, прости, ну, может тебе не нравится слово, да, но так оно есть. Нормально. Что сделать государству, людям, нам, вот мне лично, для того, чтобы они не чувствовали ненужности, наверное. Чтобы они жили полной жизнью. Давай я, так как времени мало, коротко скажу. Давайте исходить из того, что нам надо переосмыслить, как людям. Вот по-простому скажу. И все отталкиваться будет от этого. Мы не ценим людей живых. Мы начинаем помнить и ценить мертвых. А вот при жизни мы должны тем людям сделать, которые нас не только защитили, но и помогли что-то развивать, и давали дух и патриотизм. Не только помнить, но и для них создавать условия. Вот если это у нас чувство во всех вертикалях власти проснется. И в людях. И в людях. Мы заживем еще лучше. А там дальше сами думайте. О чем я сказал? Я, наверное, надеюсь, я поняла тебя, о чем ты сказал. Да. Понимаешь? И знаешь, дорогой мой, ты для меня, и я хочу, чтобы это услышали все. Вот этот человек, у которого нет ног, у которого одна рука, для меня лично, он, как Алексей Талай, кстати, недавно ты был у Алексея Талая, вот как и Алексей Талай, который без рук, без ног, он не просто живет, он живет полной, наполненной, интересной жизнью. Вот это для меня настоящие примеры не только мужества, не только мужества смотреть жизни в лицо, но и, знаете, наверное, оставаться людьми, человеком с большой буквы. И я объясню, почему. Потому что нам у нас что-то заболит, и мы уже сразу начинаем укладываться в кроватку и говорить, ой-ой-ой, я плохо себя чувствую, там, и все такое прочее. А вот они каждый день, преодолевая немощи какие-то, проблемы, они каждый день дарят людям, дело не в том, как они даже живут сами, они каждому человеку дарят надежду, каждому. У меня есть подруга, я имею честь считать ее своей подругой, единственный журналист в мире, слепой, Галина Пономарева, вот такого маленького роста, то есть там метр, наверное. Так вот, я когда разговариваю с ней, общаюсь, смотрю на нее, когда я с тобой разговариваю, мне всегда хочется плакать от счастья, от того, что есть люди, не просто не опустившие руки, а раскрывшие эти руки для других. Так вот, заканчивая передачу, я хочу тебя попросить, Леш, вот там вот, вот эта твоя камера, пожалуйста, обратись к нашим пацанам, к нашим защитникам, к тем, кто потерял там ноги, руки и так далее, кто ранен. Я знаю, это тяжело, ну может быть, но, Леш, так ты ездишь, ты говоришь одному другому, палате, целой больнице, коллективу, а так ты обратишься ко всем. Давай мы так поступим. Да. Я не разделяю. Хорошо. Это неправильно. Заметьте, я сразу согласилась. Хорошо, тогда обратись к жителям Донбасса. Уважаемые мамы, папы, отцы, спасибо за ваших сыновей. Уважаемые бойцы, герои, я хочу, чтобы вы были живы. Хочу, чтобы мы освободили Украину. Вам спасибо. Ребята и бойцы, которые остались без рук, без ног, вы герои. И вы должны жить. Вы нужны. На вас пример будет всему поколению, молодому. Уважаемые россияне, я искренне говорю, низкий поклон каждой маме, папе. У каждого из вашего ребенка жизнь продолжается. Нам надо ее защитить. Мы вернемся в ту семью, которая принесла нам победу, мир, совесть, честь. В ту страну, которая строила великая, большая, могучая держава. Украина, Белоруссия, Россия будут вместе. И победа будет за нами. Вы ее несете на своих крыльях. Вы сегодня страдаете, мучаетесь. Из-за тупой ошибки, несчастных, тупых карликов, жадных, украинской власти. Вы сегодня спасаете не только меня. Вы спасаете миллионы граждан, защищая народ от гидры американской, европейской, английской. Вам низкий поклон. У нас будет могучая страна. Это вы ее создаете. Поэтому еще раз низкий поклон. Держитесь. Победа будет за нами. Низкий поклон и тебе, Леша. Низкий поклон и огромное спасибо. И от всех нас, и от меня лично. А вам я скажу, до следующих незабываемых встреч. Мне, я присоединяюсь к каждому слову Алексея. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok